Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет интересное занятие, потому что мы разберем карточку продукта и карточку компании. Сейчас у нас будет разбор нашего уважаемого поставщика. Для тех поставщиков напоминаю, что кто проходит у нас курс по позиционированию себя и написанию карточек, у вас есть возможность получить консультацию от меня и сделать правильную упаковку, сделать правильное описание своей компании и своих продуктов. Сейчас мне прислали карточку, я сейчас ее буду вам показывать и сразу же одновременно совмещать приятное с полезным. Будем комментировать ее со стороны дизайнера, все мои комментарии будут именно со стороны, вот как я это вижу. Сразу же я буду давать, возможно, какие-то рекомендации, как это можно исправить, что можно исправить и что нужно исправить, если это будет нужно. Ну и вы увидите, собственно, как в жизни происходят комментарии. Собственно, можем начинать. Итак, компания у нас порода. Осуществляем полный перечень услуг, начиная с создания дизайна пола и производства паркета и заканчивая его монтажом, работами по реставрации и постобслуживанию. Отлично, мы здесь понимаем, чем компания занимается. Какие рекомендации? В целом пока неплохо, да, и видно, что занимается паркетом. В принципе, можно так и написать, то есть вот это вот три достаточно сложных таких слова заменяются достаточно более простым лаконичным форматом. Это можно сделать сейчас на этом этапе, я сейчас просто покажу, как это делается. Но вообще, если смыслы вы уже рассказали и показали, то дальше это можно отдать копирайтеру, который поможет вам все это дело упростить. Давайте я сейчас попробую работать таким копирайтером и что-то с этим сделаем. Итак, осуществляем полный перечень услуг. Ну, осуществляем полный перечень услуг. Не обязательно писать, можно сразу же писать, что конкретно вы делаете. Допустим, начиная с создания дизайна пола и производства паркета. Делаем, создаем, так и пишем. Создаем дизайн пола и производим паркет. Наверное, не дизайн, а разрабатываем рисунок пола, может быть так, да? Ну, то есть, производим паркет и заканчиваем монтажом. Монтируем. Работа по реставрации. Реставрируем, да? Если сломано. Окей. Вот, собственно, что мы и делаем. Это самое главное, что мы записали. Все остальное, вот мы даже на одну строчку вписались. Поэтому большая рекомендация, как поступать. Поступать нужно так, чтобы чем меньше слов, чем больше смыслов, тем, соответственно, лучше. Монтируем. Давайте напишем. И занимаемся реставрацией. А теперь давайте как-то это оформим, как бы я сделал, как копирайтер, чтобы это была какая-то финальная обработка. Придумывание. Сейчас разрабатываем, наверное. Еще один момент очень важный. Вы для кого разрабатываете? То есть для дизайнера, тут надо понимать, для кого вы пишете. Если для финального клиента, то, наверное, вы заменяете собой дизайнера. Если для дизайнера, то надо понять, как вы работаете с дизайнером. Должен ли дизайнер представить вам рисунок пола или вы изначально делаете тоже рисунок пола. Для меня пока непонятно, у вас какой-то фигурный паркет, например, либо какой-то наборный. Может быть, вы какие-то образцы делаете. То есть лучше сразу же все это обсудить. Может быть, это есть дальше. но, наверное, тогда, может быть, это и писать и не нужно, потому что возникает куча вопросов. Можно в первом предложении, в самом начале, наверное, писать примерно так. Что вы делаете конкретно? Вы занимаетесь, производим паркет, производим, монтируем и реставрируем паркет. Все, вот так. Производим, монтируем и реставрируем. Если паркет какой-то специальный, допустим, паркет, допустим, антикварный какой-нибудь, либо новодел, либо в стиле лофт, если что-то такое есть, то лучше указать, какой паркет. Я пока этого не понял. То есть я бы заменил всю первую фразу примерно вот так. Ну, я так вижу, что у нас уже затянется достаточно эта карточка, ну, тем более она будет в любом случае полезна и интересна. Давайте все равно посмотрим, потому что где мы еще такую практику пройдем? По сути, нигде. Итак, специализируемся на производстве, продаже и укладке паркета. По-моему, это повторение. Я, кстати, да, буду оставлять черным выделенным то, что у меня осталось. Все остальное как будто мы, ну, стираем, либо убираем. Это нам как будто сейчас не нужно. Специализируемся на производстве. Не нужно. Дополнительно предложим панели Буазери, паркетную химию и средства для ухода. Ну, окей. Дополнительно пока тут не надо, нас тут не спрашивают. Будут спрашивать где-то дальше по карточке нашей компании, либо продукта. У нас там об этом есть отдельный пункт, поэтому не надо. Надо сфокусировать внимание на самом начале, поэтому я думаю, что вот это вообще не нужно. Можно вот так вот сделать. В принципе, этого будет достаточно. Основные подразделения компании. Так, зачем нам нужно знать о ваших подразделениях? Нам, наверное, не подразделения важны, а именно услуги, которые вы осуществляете. У вас есть дизайн-студия, увлеченная своим делом. Команда дизайн-студии, находясь в постоянном поиске новых воздействийных средств, привносит в интерьер художественные элементы, мотивы техники, различных областей искусства и так далее. То есть, наверное, это художественный паркет, да? Художественный, может быть, у вас паркет есть? Основное это или нет? Ну, то есть, это ваша специализация, либо вы делаете весь паркет плюс художественный дополнительно, непонятно. Если художественный, то, наверное, да, дизайн-студия у вас именно одна из основных направлений, тогда имеет смысл. Опять же, все это не нужно. В дизайн-студии, DS, что вы делаете? Увлеченные своим делом, не нужно так писать, увлеченные своим делом. Почему? Потому что читатель сам должен понять, увлечены вы своим делом или не увлечены. Он сам сделает вывод о вашей увлеченности по тем примерам и тем характеристикам, которые вы покажете. Поэтому это, конечно, тоже не нужно. Команда дизайн-студии, находясь в постоянном поиске новых воздействийных средств, это тоже не нужно. Нужно написать, как вы именно ищите выразительные средства. Например, вы ездите на выставки, вы фотографируете, у вас какие-то есть собственные наработки. Может быть, во сне вашим творческим людям снится что-то, и они заносят это куда-то на эскизы, а потом применяют. То есть, именно вот это надо показать. А просто описать, что у нас новые творческие идеи, это, по сути, просто место убирать. Это не нужно, это все мы убираем. Если эту тему вы можете рассказать, и она нужна, мы это дальше увидим, тогда ее следует развернуть, примерно, как я сейчас сказал. То есть, как именно вы делаете? Давайте я сейчас покажу, как это вопросами можно делать. Увлеченная своим делом команда студии. То есть, первое, вот эта тема, увлеченная своим делом, это должен сделать сам читатель. Вывод, находясь в постоянном поиске. В каком поиске вы находитесь? Как понять, что у вас поиск постоянный? Как вы ищете идеи? Вот это надо показать. Новых выразительных средств. Что такое новые средства? Какие средства были старые? Какие выразительные, а какие невыразительные? Для меня это новые сущности. Я ничего не понимаю в вашем художественном пакете на данный момент, но я хочу узнать, допустим. Но вы как будто общаетесь со мной, как будто я это уже знаю. Как будто новое выразительное средство, оно мне понятно. И как будто я знал, какие старые бывают. Это не так. Это ваш бизнес, вы его знаете, а я его, к сожалению, пока не знаю. И ваша задача здесь познакомить меня с вашим бизнесом. Так, искусство считает тем самым горизонт восприятия. Что такое горизонт восприятия художественных образов в интерьере? Что это имеется в виду? Как это понять? Кто-то, если понял, напишите в комментариях, если вы поняли, что это значит. Может быть, я пока не до конца что-то понимаю. Но в принципе, я являюсь потенциальным заказчиком, и мне бы неплохо было бы понимать, что это имеется в виду. То есть, по сути, вот это все особо не нужно. Давайте посмотрим вот эту вот вводную всячую тему. Я ее просто взял и удалил. Она не нужна. Основной этап проектирования. Нужно понять, зачем у вас дизайн студии. Я так до сих пор и не понял, работаете ли вы с финальным клиентом, либо работаете вы с дизайнером. Если вы пишете карточку для дизайнера, ну вот на данный момент, то, наверное, нужно понять, зачем мне эту информацию узнать. То есть, я как дизайнер, то есть, наверное, я хотел бы услышать примерно следующее. Я не знаю, есть ли у вас это или нет, я сейчас фантазирую. Что вы, как дизайнер, приходите к нам в студию, и наши мастера, они тоже дизайнеры, и они, зная какие-то технологические особенности нашего производства, возьмут ваши идеи, поймут вашу визуализацию, ваш образ, ваш интерьер, вашего клиента, и сами предложат вам какие-то идеи нашего паркета, таким образом, чтобы вы смогли выбрать из спектра идей, которые у нас есть, и вы выберете, что будет. Дальше наши мастера возьмут их и доработают, потому что только они знают технологию производства, и дадут вам готовое решение. Вы возьмете это готовое решение и пойдете к своему клиенту, и условно скажете, что это ваше решение, либо вы работаете с надежными партнерами, которые не только это нарисовали, но и могут воплотить. Вот если это такая была у вас мысль, то так лучше ее прямо здесь и написать. Этапы дизайн-проектирования, эскиз, дизайн-проект, это как бы сильно, это не нужно, но как бы окей и окей. Вот лучше написать то, что я сейчас сказал, это лучше удалить. Производство, это наверное, давайте первая часть, первая дизайн-студия, DS, второе производство. Допустим, у вас что-то нужно сказать про производство, интересно, давайте посмотрим. Предприятие оснащено масштабным комплексом современного деревообладающего оборудования ведущих европейских производителей. Очень много условностей. Смотрите, такое правило у нас, давайте введем ее, когда мы пишем любой копирайтинг, мы пишем его без абстракции. Что такое абстракция? Это когда вы пишете что-то непонятное для человека, хотя можете спокойно написать это конкретно. Предприятие оснащено, то есть у нас работают что? Масштабным комплексом современного деревообладающего оборудования. То есть мы работаем на станках, на какой-нибудь, какой там у вас станок, XM, давайте так назовем этот станок, как он будет называться у нас, XMN563F. Например, какой-то станок, да? Окей. Европейский производитель. Европейский это какой? Из Италии, итальянского производства. Нет такой страны, как Европа, напишите конкретно, вам уже никто не мешает писать европейское, либо не европейское производство. У вас, наверное, возникнет вопрос, окей, у нас сушилка, например, одной машины, одной категории, другая, обрабатывающая какой-то материал, еще другого какого-то производителя. Ничего страшного, напишите, почему нет? Так вы дадите больше какой-то конкретики, и человеку будет тоже приятно это слушать. А, сушилка. Камера. На станках, так, которые пилят, да, наверное, ну, как они правильно называются, на пилильных станках, да? А сушильная камера, какая-нибудь XHY950 из Испании. Почему нет? Тоже Европа. Европа. Вот. Что мы только что сделали? Во-первых, мы дали конкретику. Во-вторых, человек может пойти погуглить, насколько, то есть, котируются ли эти станки или не котируются. Кстати, вы тут можете написать, мы выбрали эти станки. Потому-то, потому-то. То есть, почему вы их выбрали? То есть, вы пишете надежные там... Что это говорит? Это говорит, что вы позаботились сейчас о клиенте. Можно это так же написать. Дальше. Что тут мы видим самое важное для потенциального клиента? Что он видит процесс. Вам не надо писать процесс у нас первый, второй, третий. То есть, вы говорите, что вот на первом станке вы сначала сушите, на втором станке вы пилите, на третьем станке вы, допустим, там лаком покрываете, на четвертом у вас шлифовальный. Мы используем там химию, химию такую-то. Тоже там какого-то производителя, да? Почему нет? Это прикольно. Одновременно вам же не нужно... Зачем человеку читать о производстве о вашем? Ему... О вашем производстве не нужно читать. Ему нужно знать, как вы обеспечите ему на его проекте качественную продукцию. Логично? Если так, то вы должны описать, как работает производство с точки зрения, что мне нужно знать. То есть, каждое заявление, которое вы пишете, что мы работаем на таком станке, и он типа крутой, например, да? Почему? Потому что вот... Объясняйте почему. Я не знаю, почему. Хороший или плох. Вот. Поэтому смотрите. Мы, кстати, написали не сильно больше, чем вы. Я имею в виду по объему. Но, тем не менее, это более конкретно. Так. И описали уже процесс, кстати, производства. Нам не нужно будет отдельный граф удел, где мы описываем процесс производства. Мы его именно тут указали. Профессиональное техническое обслуживание. Лучший расходный материал. Лучший это не нужно писать. Вообще все прилагательные уберите. Что значит лучшее? Лучше по сравнению с чем? Непонятно вообще. Это заявление такое не ясно. То есть, либо лучшее со звездочкой по какому-то критерию. То есть, кто определяет, лучше они или нет. Что такое расходный материал, тоже не понимаем. Что это там? Сушки, щетки. Для меня непонятно. Высокий уровень автоматизации, укрепкация персонала. Окей, и что? А также многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства. Вот давайте лучше тут. Значит, после обработки вступает наш технолог. Ну и про технолога, который проверяет там первый, второй, третий. А вот опять же, вправе вы гордиться или нет, всем наплевать по большому счету, там гордиться вы вправе или не вправе. Самая большая суть, самая главная история заключается в том, как человек почувствует по фактам, которые вы приведете, о тех свойствах вашего производства, которые вы хотите донести. Пусть человек сам сделает вывод, можно этим гордиться или нет. То есть, если вы гордитесь вашим технологом и качеством, то лучше написать как раз-то, вот как я говорю, то есть, какую конкретную вещь, что технолог с 20-летним опытом выиграл такие-то награды, ну и так далее. При производстве продукции и руководствовании искусным. Вот опять вы даете оценки, и оценки все убираете. Вот еще одно правило, все запомните, кто тоже будет писать свою карточку, все оценки, которые у вас есть, убирайте полностью. Оценку должен сделать не вы сами, а читатель. Сочетание современной технологии с ремесленным мастерством краснотеревщиком. Вот это интересно. Вот, это особенность, по сути, тут я вижу. Вот я уже вижу особенность, да, уникальность. Она так искусно здесь у нас запрятана. В чем заключается уникальность? А уникальность заключается в том, что у вас, получается, ремесленное мастерство сочетается с технологичностью. И это очень прикольно. Давайте так и запишем. У нас ремесленное мастерство сочетается с технологическим подходом, да, с технологичностью. Опять же, не берите мои формулировки, это должен поработать, еще копирать. Я могу, вообще такого слова по технологичности нет. Я вот сомневаться начал. Но смысл в чем? Смысл в том, что, да, и мне этот форт тоже подсказал об этом. Смысл в том, что мы должны как раз-таки вытащить самое главное. А сейчас у нас где-то вот здесь запрятано за красивыми, якобы, красивыми словами, которые нам не нужны. Вот, вот что должно быть здесь. Это самое основное. Так, следующее, третье, это монтаж. Окей, третий монтаж, согласен. Наши специалисты имеют опыты, производящие такие сложные паркетные работы, как укладка дворцового паркета на больших площадях. Ну окей, да. Да, да, нас, как это понять, вы, наверное, уже делали, нас допускают в Эрмитаж. Ну, к примеру, да, или там куда-то, в музейную галерею, да. Условно, там уровень допуска такой-то, пятый, я не знаю, какой там уровень допуска. Уровень допуска пятый, это говорит о том, что наши мастера имеют все сертификаты для того, чтобы даже в музеях перекладывать паркет. Вот, вот так надо сказать, это факт, по которому человек сам сделает вывод. Так, все художественные элементы входят в подгонку в заводских условиях. Ну, это уже этапы технологии, которые у нас там дальше будут, например, как вы работаете. Да, это уже нормально. В заводских условиях перед отправкой заказчика, что вскоряет процесс укладки паркета на объекте. Прикольно. Скорее всего, да, вы, как там, вы выкладываете, наверное, уже готовы, что-то отправляете, и потом это все быстро происходит. Да, это хорошо. При выполнении монтажных работ, но не здесь, это ниже уже надо, потому что сначала мы имеем минимум информации, потом чуть больше, потом еще больше. То есть у нас такие-то несколько степеней приближения есть. При выполнении монтажной работы используются проверенные расходы материала и профессиональные оборудования. Опять же, какие, непонятно. Ну, то есть, а что, все остальные некачественно используют? Если да, то я этого не знаю. А если они используют некачественные, то как я уверен, что вы качественно используете? То есть, как я могу проверить условно, что у вас качественное, а у конкурентов некачественное? Вот какие-то такие вещи. Просто нельзя сказать, что мы делаем качественно, потому что это голословное заявление, оно ни к чему не ведет, оно просто, ну, это мусорная история. То есть, лучше не забивать эфир этой темой, лучше сосредоточиться на том, что действительно вы можете показать и рассказать. Процесс работы. Вам уделяется личный менеджер проекта, специалист можно подобрать необходимым паркетом. Так, а что тут у нас еще? Сейчас я посмотрю. У нас там, по-моему, это уже дальше идет. Вот, наверное, вот, поддержку. Так, окей. Идем на следующую страничку, смотрим. У нас там много страничек интересных. Наш дизайн-отрабатывательный дизайн-проект. Паркет пола, учитывая ваши пожелания. Ну, как бы, окей. Опытный технолог, разработанный технологичную карту. Технолог технологичную. После выезда на объект дальнейших координатах. Ну, да, смотрите, тут в целом это может быть, но, по-моему, это еще здесь рановато. То есть, тут какие-то особенности не показаны, какие там услуги. Уникальность, вот, особенность. Вот это надо сейчас идти. А это уже, наверное, ниже все-таки. То есть, пока мне еще это не сильно интересно, я пока хочу узнать о вас чуть-чуть побольше. То есть, я чувствую, что есть какой-то паркет, который вы делаете. Хочу узнать о продуктах, об особенности. А что не стоит, а потом уже по процессу. Ну, процесс в целом тоже очень важный, интересен. Ну, и я думаю, что как-то мы догадаемся, что у нас есть там сервис для дизайнеров. Так что это тоже нужно, но чуть пониже навел. Наша уникальность и особенность. Опыт более 17 лет на рынке. Знаем все подводные камни, производство и укладки. Окей, ну, скажите хоть парочку, какие. Мы знаем, что такой-то подводный камень, его надо избегать, такой-то подводный камень и такой-то. То есть, вот, ну, покажите свое знание, не просто написав, что мы знаем, а, ну, реально, там парочку подводных камней, скажите. Опыт реставрации и укладки паркеток в Кремле. А, вот, кстати, клево, да. В доме правительства и более 1000 объектов. Да, что это говорит? У вас уровень допуска, в принципе, мы сказали. Согласен, прикольно. Дальше. Цена. Мы являемся единственным дилером пяти российских паркетных заводов, что позволяет нам получать сырье чуть выше себестоимости за счет выкупа всего объема. Да, нормальная тема, то есть, да, хорошо. Производим на собственном деревообрабатывающем производстве в Подольске, что позволяет, о, клево, изготовить изделие ниже рыночной цены. Очень круто. А, тут прям хочется, например, стандартный пакет в магазине стоит, допустим, 100 уе, у нас стоит он 80. Ну, что-то показать прям конкретно, да, какой-то образец до и после, потому что тут хочется, конечно, кроме заявлений, какой-то стандартный пример. Если вы укажете, вообще будет красота. Храним на собственном складах в Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет снизить логистические затраты. Очень хорошо. Вот тут мне нравится, как написано, что причинно-следственная связь. Так, у нас немножко съехало, да? Сейчас я добавлю, чтобы было видно. Так, следующее у нас что? Доставляем заказы своим транспортным. Ну, это, наверное, сюда же тоже, во вторую часть, да, что у нас свой транспорт. Что это говорит? Значит, мы можем, ну что, ну это тоже снизить затраты, и мы можем даже ночью, например, доставить, да, или в удобное время вы с этим подвязываетесь. Предоставляем услуги только штатных укладчиков, что позволяет снизить, о, круто, да. И не только снизить стоимость, но еще и, когда внештатные укладчики, как правило, это ребята идут там какие-нибудь с Авито, либо с Профи.ру, или я сейчас говорю откуда-то, и они, в принципе, ни за что не отвечают, потому что, ну, как бы постелили и постелили, там гарантийный случай. А у вас, если они в штате, я бы так написал, что так как, ну, то есть, если будут какие-то проблемы, да, то есть мы можем оперативно выехать, да, и те же ребята, которые укладывали, они смогут и поменять что-то, то есть они не разбегаются. Вот это прикольно. То есть в наше время, во время, когда там набирают команды на лево и направо, там увольняют людей, у вас штат держится, это круто. Стиль. Ежегодно мы зарабатываем, выпускаем серию заводских коллекций, которые доступны только нашим клиентам. Ну, то есть тут хочется понять, насколько качественны ваши, как раз таки, вот эти продукции, то есть они завоевывают какие-то награды, либо участвуют в конкурсах, либо их куда-то там. То есть кто дает им квалификацию, что они качественные. Если это есть, то хорошо, если этого нет, ну, как бы тоже ничего страшного, но если есть, то лучше указать. Сервис. Большой ассортимент, представленный в выставочном зале бросок продукции, позволит поднимательным клиентам предлагаемой позиции оценить качество продукции. Зачем так много всего? Напишите просто, что тупо у нас 100 вариантов паркета в нашем офисе. У вас займет это ровно 4 строчки. Не усложняйтесь там, где это не надо. Организуем экскурсии на производство, расскажем все тонкости. А, ну вот, кстати, тут прикольно, да, тонкости. Производство паркета. Все тонкости это какие? Например, лучше конкретно что-то внести. Расскажем топ-10 свойств паркета, либо расскажем 7 ошибок, или расскажем 5 главных критериев проверки качества паркета. То есть что-то такое конкретное, это хочется. И возникает вопрос, зачем ехать к вам на производство, почему бы не посмотреть какой-то фильм? То есть мне сразу хочется. Я такой, окей, дайте мне посмотреть этот видеоролик, я хочу эти 5 способов узнать. Тут же сейчас, я не хочу никуда ехать. Хочу нажать кнопочку play и посмотреть. Это вам тема на создание фильма, либо чего-нибудь по этому поводу, по этому сценарию. Личный менеджер проекта в любое время даст ответ на вопрос и решит проблему, а не будет перекладывать его на соседа. Да, окей, то есть вы обращаетесь к нам менеджеру, он все ведет. Удобно. Бесплатный выезд менеджера с обрастами технолога на объект. Окей. Бесплатный предоставим такси до наших салонов. Ничего себе, прикольные условия. Ну, тут всем предоставляем. Наверное, да, наверное, прикольно. Хорошо, да, мне нравится. В целом, да, хорошо все. Начиналось чуть более непонятно, сейчас вот все выравнивается хорошо. Технология. Для вырезания мелких изящных деталей, полировки и декорирования используем только ручная работа. И что это дает? Это как бы хорошо или плохо? А вот мне может быть кажется, что она должна быть не ручная, а останочная, потому что руками будет не ровно, а станком ровно. Я не прав? Ну, надо как бы вот такое вот есть возражение. Надо понять, в чем прикол ручной работы. То есть это что значит? Что такое ручная работа? Почему она качественная в вашем понимании? Или не ручная? В производстве мы применяем гидромеханическую резку мрамора. Ага. Гидромеханическая резка. У меня, вон, в книге там было такое описание как раз про нее. Как описать, что она нормально описана, да, и как непонятно, что такое. Так, резку мрамора, фрезерные станки для раскроя, обработки деревьевесины и резку металлолазером. Окей. И что это дает? Это дает вам возможность инкрустировать, наверное, еще какие-то вещи. То есть, ну, как-то вот объяснить надо, зачем это надо. На нашем предприятии... То есть, что дает эта технология в вашем производстве, что мне это, как потребителю, дает? Окей, вы мне рассказали, что вы используете. А для чего? Что это в практическом плане значит? Надо добавить. На нашем предприятии работает колористическая лаборатория, в которой подбирают специальные пропитывающие составы, тонировки и натуральные масла, для возможности получения желаемого цвета или повторения его по образцу заказчика. Окей, супер, чуть-чуть перефразировать нужно, что для того, чтобы цвет был... Понимаете, тут надо идти от боли, от проблемы. Какая проблема и боль у дизайна? Что выкрас один, а цвет другой. И надо идти от боли, от проблемы, что для того, чтобы вся продукция была одного цвета, вне зависимости даже от сроков поставки, у нас используются лаборатория, пропитки, тонировки, масла и глаз какого-нибудь технолога, который своим глазом-алмазом смотрит и говорит, все точно, так и надо, все супер. То есть все хорошо, чуть-чуть перефразировать и чуть-чуть подужать. Мы в цифрах работаем с 2002 года, свой производство запустили с 2006 года, сотрудники с опытом 10 лет, уложили, отрестабрировали пакет в более 1000 объектах. Я бы тут написал, среди них там у вас были крупные, но мелкие тоже, потому что у меня нет Эрмитажа себе под боком и я сейчас начинаю думать, что вы очень крутые и вряд ли подойдет именно это производство для меня, если у меня там однокомнатная квартира, либо там хаусы. Вы для меня подойдете или нет? Вот это непонятно. Надо написать, снять немножко завышенные требования к кандидатам на заявку. Сейчас мне кажется, что с вами будет... Ну вы очень крутые, мне сейчас скажут, например, если у меня маленький объект. Поэтому лучше сказать, что мы как и для больших работаем, так и для маленьких. То есть область клиентов, то есть хотим видеть в числе клиентов таких-то людей или такие-то компании. Вот напишите тоже об этом. В компании работает более 50 человек. Окей. Постоянно, да, там у вас была такая тема. Монтажная бригада тестуется по ходу обучения в Италии. Круто. Каждый год там или как? То есть какие обучения? И прикольно, если вы здесь приложите потом еще, когда вы будете снабжать детокартиночками, фоточку, как ваша бригада, там вот наш мастер, там Иван Иванович, 20 лет стажа, он проходит у Джузеппо, как он там, ну, смотрит, как правильно ручную работу делать, и фоточка его. Вот это прям супер будет. Условия по работе с дизайнерами. Выплачиваем 10-15 от стоимости проекта по агентскому договору. Если вы пишете 10-15, надо писать либо 10, либо 15. Либо писать 10 за что, и 15 тоже за что. От стоимости проекта. Ага. Дополнительно выплачиваем 5% от заказа, пройдем в моем клиента. Что-то я не понял. То есть у вас есть и 5%, и еще 10-15. Непонятно вообще. Я не понял. Честно. Вот я дизайнер, я не понял, в чем прикол. Напишите, пожалуйста, более понятно как-то это, чтобы было ясно. То есть вы и 5 платите, и 10, и 15. Когда 5, когда 10-15. Берем на себя всевозможные проблемы. Если обнаружится брак, на любой стадии проекта восстановим или поменяем за свой счет. Хорошо. Я думаю, что вот это не надо писать. Берем проблемы. Просто пишите. Если обнаружится, то есть гарантия, если обнаружится брак на любой стадии, заменяем или восстановим. Все, будет супер. Проводим семинары, мастер-классы, выездные мероприятия и конкурсы для наших партнеров. Клево. Только что, как мне поучаствовать? Типа, участвовать здесь и какой-то сайт. Но вот я голосую за фильм какой-то. Вот кто сейчас смотрит это видео в записи, напишите, если вы дизайнер. Я специально, кстати, отошлю это видео для комментариев. Может быть, кто-то еще из дизайнеров покомментирует. Напишите, пожалуйста, хотели бы вы посмотреть вот от такой хорошей, качественной компании какое-то обучающее видео, как на самом деле надо делать паркет, как оценить качественно-некачественные, какие стадии есть. Ну, такое небольшое, маленькое, но компактное видео, где действительно по делу все рассказывается. Я бы лично посмотрел, было бы очень клево. Если бы тоже, то давайте голосовать, может быть, ребята снимут. Мы используем систему контроля проектов, что позволяет закрепить проект с дизайнером и вести контроль от начала до завершения проекта. Никто другой не получит скидку в агентский дизайн. Хорошо. Да, портфолио. Отлично. Будут приложены 2-3 кейса, фотографии объекта, процесс работы общего монтажа. Отлично, отлично. Так, что мы еще пропустили? Наша команда. По технологическим вопросам обращайтесь туда-то, туда-то, туда-то. Окей. Команда супер. И контакты у нас последние осталось. 5 страничек. У нас сколько? 6, 7 даже, да? По-моему, 7 страниц у нас. Давайте последние посмотрим. Последняя страничка. У нас упрыгала немножко, но ничего. Сейчас в прямом эфире чуть-чуть ее подкрутим. Так, и о чем же тут у нас речь? Производство Подольск, Комсомольска. Гарантия, гарантия нашей продукции 1 год, гарантия на пакетные работы 2 года. Ведем контроль качественного продвижения всего проекта, если наступает. Так, отлично, это уже было, тоже хорошо. Награничение. Не готовы жертвовать качественным радиоудешевления проекта? Хочется какой-то, например, да? То есть такое, как бы, сейчас ощущение. Ну да, не готово. Давайте так, какой случай бывает? То есть, что конкретно вы имеете в виду под жертвованием качества? Когда что? Тут лучше привести пример. Если дизайнер просит покрасить плохой краской, мы не красим, например, да? Вот, ну типа такое, что-то конкретное хочется, потому что такое сейчас слово такое, как штамп, да? Немножко такое вот, стандартное. Не утаиваем свои ошибки, репутация важнее денег. Отлично. Не берем проекты в работу при большой загруженности. Типа, извините, попросим встать вас в очередь. Это очень клево, хорошо. Контакты для связи есть. Порода отлично. Отлично. Это вот по всем вопросам можно обращаться в официальный... Не надо писать никогда по всем вопросам, лучше написать конкретно по каким вопросам. По вопросам сотрудничества, по вопросам покупки. Что-то нужно дать призыв к действию, потому что все вопросы, ну как-то непонятно, тоже как штамп смотрится. В Москве, ну и когда нужно идти сюда, в официальные салоны, да? А, вот, это официальный салон. Первый салон с дизайнерами. Отлично. Если вы дизайнер, звоните сюда, лучше написать. Если вы покупаете или хотите посмотреть, звоните сюда. Если вы хотите задать вопросы сотрудничества, то сюда, например, да? В Санкт-Петербурге отлично. Сайт породаart.ru Соцсети. Отлично, отлично. Так, а кто у вас главный? Есть у вас главный? Кто у вас отвечает за все головой? Лучше ввести. Помните, там рекомендация? Есть тут такое или нет? Не знаю. То есть, ну, как бы, если есть, то хорошо. Пока я тут это не увидел. А, вот, контентные данные. И, да, это есть. Вроде все хорошо. Хорошо. Хочется еще какой-то немножко личного, типа обращения главы, то есть, чтобы это было, видно, что вы стараетесь, видно, что классно, вот хочется чуть-чуть, чуть-чуть буквально еще, чтобы было личное присутствие руководителя, типа за все вот это дело. Горю душой, создал производство, потому что вот по-другому не могу. И вместе вот мы делаем там крутое дело. Тогда будет очень круто. Хорошо. Тогда, я думаю, что можно поправить. Основные смыслы я, в принципе, сказал. правьте самостоятельно с копирайтером, присылайте еще, будем смотреть. Если вы дизайнер, то прокомментируйте, насколько вам понравилось описание, что можно добавить, что бы вы хотели спросить еще у ребят, они прочитают комментарии и тоже учтут их в своей карточке. На этом сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok